Какого бизнеса и так далее. Поэтому большая просьба, если вы переименуете себя. И прежде чем начать именно об СММ сегодня речь, давайте мы сегодня коротко расскажем о ПИК. Что такое ПИК? Пожалуйста, Айджана, презентацию можно будет прошерить о ПИК. Спасибо. Так, очень много сегодня участников. Здорово. В общем, если вы до этого про ПИК не слышали, то получается у нас есть три офиса, которые находятся в Вишкеке, в Аше, в Караколе. И вот сейчас вы зашли, получается, на презентацию именно команды ПИК ОШ. Следующий слайд, пожалуйста. ПИК ОШ, он представляет собой центр развития бизнес-инновации. Он находится в самом Аше, и он помогает расти бизнесу, малому и среднему бизнесу в южной части нашего региона. Покрывает Джалабадскую, Ваткенскую и Ошскую область. Есть в Бишкеке, которые покрывают Таласскую, Чуйскую область и Бишкек. И в Караколе, которые покрывают Нарынскую и Исыкуйскую область. Следующий, пожалуйста. Какова деятельность вообще ПИК ОШ? Что мы представляем? Какие услуги и продукты? Это все-таки инкубация и акселерация. Но в большей степени мы проводим акселерационные программы. Что такое акселерационные программы? Это где-то 5-7 недельные программы, которые ориентированы на малый и средний бизнес. И, конечно же, у нас есть база данных, менторов, консультантов, которые помогают нашим выпускникам развивать свой бизнес. Проводим тренинги, семинары. И как сегодня, вебинары проводим практически каждый месяц. Есть у нас, конечно же, связь с инвесторами, банками и так далее. Потому что зачастую наши выпускники во время демо дня они презентуют свой бизнес перед бизнес-ангелами, то есть всеми бизнес-учреждениями, которыми мы приглашаем. Дальше, пожалуйста. И какие программы ПИК ОШ вообще провел до этого? Мы проводили программу в Джашишке, только ориентированный фокус на молодежь. Также мы проводили бизнес-инду-эстюр, то есть бизнес-рост программу. Программы ориентированы только на женщин, называется бизнес-аим. Также только ориентированы на швейные компании, которые называются расширения по экспорту. Также для мигрантов, Мигрант Ишкер программа, Белим Плюс программа, которая только ориентирована была на организации, учреждения, которые работают именно в сфере образования. И также вот второй раз мы уже проводили бизнес-аим. Следующий, пожалуйста, отрадь. И, как я уже ранее сказала, после истечения вот 7 или 5 недель, в зависимости от программы, там есть тренинги, консультации индивидуальные, коучи работают с участниками программ. И в итоге проводят демо-день, во время этого демо-дня они презентуют свои бизнес-планы. Вот, следующий, пожалуйста. И также мы проводим другого рода акселерационные программы, которые ориентированы только для стартапов, да, называется приакселерационные программы, которые, может быть, не зарегистрированы как бизнес, да, но уже делают шаги к тому, чтобы развиваться и открывать какой-то бизнес. И также мы для всех других, кроме выпускников, также проводим открытые вебинары, как сегодня, да. Вот сегодня такой же, как, вот, например, как подготовить бизнес-план, да, например, вебинары всякого рода связанные с там даже с рыбным сектором, да, были порой по электронной коммерции и так далее. Следующий, пожалуйста. И вот команда получается сегодня, к сожалению, Айдана нет, Айдана сейчас на другом мероприятии. Она является менеджером программ и контента Пикош, Бирметра Аймбекова, ассистент программы, и специалист по коммуникациям и мероприятиям Айджамал Кельзебекова, да. Если вы, как бы, пожелаете прийти, либо узнать, да, подробности о наших вебинарах, либо программах, вы можете подойти, вот эта команда вам поможет, да, и можете связаться. У нас есть вот веб-сайт, есть, мы во всех соцсетях практически работаем, активны, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, те, кто еще не подписался, да. Вот, большая просьба еще раз, микрофоны выключаем, переименовываем свои телефоны, у кого-то там телефон iPhone и так далее, пожалуйста, свое имя и фамилию переименуйте. Здорово. Ну, это вот коротко о ПИК-программе, и меня зовут Анна Розыбаева, я работаю менеджером вот трех бизнес-центров, центров бизнес-инновации и по партнерству, да. Сейчас я хотела бы представить такого, мне кажется, уникального человека в сфере маркетинга, да, ее имя и фамилия, мне кажется, стало нарицательным именно вот в направлении СММ, все, что связано с маркетингом и так далее, да. И сегодня, вот, получается, Светлана Марголис нам расскажет об эффективном СММ, что такое вообще маркетинг, да, сейчас, какие новшества есть в медиа, взаимодействия вообще в соцсетях, да, и COVID тоже такой вот вклад сделал в то, чтобы мы все вот ринулись в социальную сеть, да, и я думаю, что Светлана Марголис, она всегда вот на пульсе держит, да, потому что она с 2009 года уже по направлению СММ уже, она как пионер уже начинала свою деятельность, да, и занимается продвижением, получается, бизнеса в социальных сетях. Она является социальным, сертифицированным тренером по новым медиа, да. Она сейчас занята, получается, написанием книги по СММ, я думаю, что будет очень такая книжка, бестселлер, мы ждем его с нетерпением. И она также обосновала, основала собственную студию, которая называется «Студия помощи с заблудившимся в соцсетях». Все верно, да. Да, и вот я не знаю, я так вот благодарна вам, что вы нашли драгоценное свое время, и вы имеете большой колоссальный опыт именно в практике, да, что очень важно для бизнеса, и, пожалуйста, мы будем очень рады, если вы поделитесь своим опытом. Добро пожаловать. Спасибо большое, Анар. Анарочка, там сразу вопрос, будет ли запись вебинара, и можно будет ли ей поделиться. Да, супер, здорово вы, что об этом сказали, да, идет запись. Это, во-первых, сейчас после презентации вашей будет время, ну, надеюсь, останется время для ответа вопросов. Вы, в принципе, можете в чате задать ваши вопросы, либо же включить микрофон, после вот презентации можете включить микрофон и задать свой вопрос, если есть вопросы именно по СММ, да, Светлане Марголис. Так что, пожалуйста, будем рады вашим вопросам в чате пока во время презентации, да, и тогда, Светлана, слово вам тогда. Спасибо большое за приглашение, с большим удовольствием всегда участвую в таких мероприятиях и стараюсь помочь людям понять, как им лучше представлять себя в соцсетях. Я так понимаю, что презентация моя уже на экране, и Айджамал будет ее перелистывать. Айджамалу огромное спасибо, она сделала мою презентацию в новом цвете, большое количество моего любимого зеленого цвета. Но для меня она выглядит немного непривычно, так что если я вдруг буду замедляться и читать, не удивляйтесь. В первую очередь я буду работать в постоянном контакте с вами, в постоянном контакте с чатом, через чат. Вы сможете задать свои вопросы в конце, я думаю, что время у нас останется, я специально рассчитала таким образом. Первым делом, пожалуйста, поставьте два плюса, если меня хорошо видно и хорошо слышно. Но главное, конечно, чтобы хорошо было видно презентацию. Спасибо вам большое, у нас такой активный чат, это обещает нам классный семинар. Поехали дальше, давайте следующий слайд. Ну, Анара меня уже представила. Я действительно так получилась, что стала прощупывать для себя, что такое присутствие в социальных сетях в 2009 году, работая в некоммерческой организации Интерньюс. И уже через два года, расставшись с ними, я открыла собственную компанию. Сначала работала одна, потом незаметно обросла сотрудниками. Параллельно я сотрудничала с японским образовательным центром Киар-Джи-Си, и спасибо им огромное, они отправили своих преподавателей на повышение квалификации в Японию. Это было удивительное путешествие, но оказалось, что по СММ Кыргызстан ничуть не хуже Японии, а кое в чем даже их опережает. Я даже получила приглашение в один из университетов японских, в котором мы учились. Но тут у меня семья, тут у меня 10 котиков, поэтому если вы вдруг услышите или увидите что-то, не удивляйтесь, добро пожаловать в мир животных Светланы Маргурис. Ну где СММщик, там и котики. Будьте добры, следующий слайд. Постепенно подобралась компания. Мы пробовали свои усилия в работе с коммерческими организациями, с некоммерческими организациями, сопровождали крупные мероприятия, фестиваль образования, пешеходный рай и так далее. Но сейчас мы сосредоточились в основном на консультационной поддержке, на аудите и на образовательных услугах, вот в частности на семинарах. Следующий слайд. Бедная Джамал, листать придется часто. Ну, говоря о присутствии в социальных сетях, мы в первую очередь должны отталкиваться от маркетинга. Даже если мы не коммерческая организация, наша цель, чтобы наше сообщение, нашу публикацию увидело как можно больше людей. То есть, грубо говоря, мы все равно ее продаем просто не за деньги, а за лайки, за просмотры, за какое-то внимание. Поэтому нам с вами очень важно определиться, для чего мы выходим в соцсети. Вот, пожалуйста, напишите мне пока в чате, какова цель ваша выхода в социальные сети, чего вы хотите получить в итоге. А я пока расскажу вам о том, что выходя в интернет, выходя в социальные сети, мы в первую очередь столкнемся с вами с таким понятием, как основная площадка. То есть, где мы будем присутствовать в первую очередь. Может быть, это ваш аккаунт в Инстаграм, может быть, это ваша страничка в Фейсбук. У кого-то это Ютуб-канал, у кого-то это ТикТок-канал. Если говорить о ТикТоке, да, как об универсальном бустере, то откуда мы приведем людей на ТикТок и куда мы их перенаправим, чтобы они у нас купили? Ведь в самом ТикТоке или в самом Ютубе еще нет таких инструментов. Мы с вами будем перенаправлять людей, скажем, например, на наш Инстаграм-аккаунт, где будут уже расписаны наши услуги, наши цены, представлены наши работы. И это в данном случае мы с вами будем работать с трафиком. Что такое трафик? Это путешествие людей в интернете с сайта на сайт, между социальными сетями, с сайта в социальные сети и наоборот. Все, что мы с вами публикуем, да, то есть нам мало, я себе тут шпаргалочку подготовила, то есть нам мало изучить себя в первую очередь и что мы хотим предложить, кому мы хотим предложить. Нам нужно, чтобы люди заинтересовались, чтобы они купили. Да, это мы будем с вами отражать в контенте. То есть еще, еще, снова и снова мы будем рассказывать о преимуществах наших услуг, о том, как мы работаем с нашим персоналом, чтобы наши услуги стали лучше или какое оборудование мы покупаем. Все это ради заветной строчки, да, сколько стоит и где вы находитесь. Вот с этого момента начинается наша работа с клиентами. Это тоже огромный пласт и пласт зачастую проблемный, особенно когда СММщик находится в отрыве от производства, от вашего. Это со стороны нанятый человек, который редко приходит к нам на работу. Вот тут у нас могут начаться проблемы, мы о них поговорим чуть-чуть позже. Ну и как всякий бизнес, если мы хотим с вами быть успешными, нам важно понимать, какие цели мы ставим и достигаем мы этих целей или нет. То есть раз в какой-то период времени, в месяц, в три месяца, в полгода, обязательно раз в год мы садимся и анализируем, привели же ли наши вот эти вот все действия к какому-то успеху. Ну и там у меня еще две буковки для самых внимательных, кто заметил, где бородатый мужчина. PR. То есть наше присутствие в социальных сетях – это еще и формирование нашего имиджа. Будьте добры, следующий слайд. Говоря о целях, тут у нас обычно все понятно. Цели должны быть реалистичными, цели должны быть измеряемыми, цели должны быть поставлены на какой-то определенный срок. А что же такое стратегия? А стратегия – это всего лишь описание пути из точки А, в которой мы сейчас находимся, в точку Б, которую мы определяем целями. Вот описание нашего пути и называется стратегией. Давайте следующий слайд. И я смотрю, что многие из вас пишут, что вам нужны продажи. Вот Сизим мне очень понравилось, она написала увеличить узнаваемость. Вот значит человек уже где-то проходил курсы и получил информацию. Действительно, всегда помните о том, что люди не покупают у незнакомого бизнеса. Вот задумайтесь, купили бы вы у компании, про которую вы никогда не слышали? Напишите мне плюс или минус в чате. Купили бы вы у компании, про которую вы никогда не слышали? Чулпон, спасибо вам огромное. Нарын, спасибо. Светлана. Смотря что, Диана молодец. Находясь в ситуации острой надобности, скорее всего, вы не посмотрели бы, что это неизвестная компания. Поэтому первое, о чем нам необходимо помнить, о том, что сколько бы мы ни сидели в социальных сетях, всегда найдутся люди, которые о нас никогда не слышали. Поэтому снова и снова мы напоминаем о том, кто мы такие, чем мы занимаемся, где мы находимся, какие услуги мы предоставляем и сколько эти услуги стоят. Вчера буквально у меня была ситуация, я просто написала знакомой СММщице, потому что выходит пост, и он начинается со слова коллаген, это белок, и далее по тексту, помогающий в строительстве, чего-то, чего-то. Я пролистываю текст, я не понимаю, к чему этот текст. Они просто мне рассказывают о том, что это такое, или они пытаются мне это продать. Я пишу СММщице, я говорю, слушайте, я, может быть, что-то пропустила, а к чему эта публикация? Ой, Светлана, хорошо, что вы обратили внимание. То есть работая с собственным контентом, очень важно уметь посмотреть со стороны глазами незнакомого человека. Понятно ли, чем мы занимаемся? Понятно ли, почему эта публикация у нас появилась? Ведь СММ-специалисты очень часто говорят о том, что необходимо миксовать публикации продающие и публикации, формирующие эмоциональную какую-то составляющую. Мы называем их имиджами. Ну, например, о том, что выпал снег, мы пишем. Но важно привязать это к себе каким-то образом, к какой-то мягкой тональностью. Итак, выходя в соцсети, мы рассказываем о себе, формируем имидж, формируем понимание того, что мы находимся рядом, мы осуществляем свои услуги или делаем свои товары очень качественно. Все это ради того самого вопроса, сколько стоит. Все это ради первого контакта. Так вот, первый контакт, он зачастую вскрывает все проблемы внутреннего маркетинга. Потому что осуществляя внешний маркетинг в социальных сетях, в рекламе входной группы, чтобы вас было легко найти ваш офис, в наружной рекламе, в рекламе на каких-то носителях, на набирочках вашего товара, в книгах и так далее. Это все хорошо. Мы там формируем тот имидж, который мы хотим. Но когда человек пишет нам в личные сообщения, пишет нам в комментарии, очень важно, чтобы мы отвечали ему по телефону, в WhatsApp, отвечали ему в рамках того имиджа, который мы формируем. Вот он, внутренний маркетинг. Наше внешнее представление должно соответствовать внутреннему. Я очень часто говорю своим девочкам, не пишите того, чего нет. Ой, и, значит, сопровождали мы одну кондитерскую. И наши улыбчивые доброжелательные продавцы обязательно помогут вам с выбором. Я, конечно, всех клиентов проверяю, я в этой кондитерской была. Я говорю, точно улыбчивые доброжелательные. Ой, нет, Света, они там сидят в углу, пока их не окликнешь, они не подойдут. Зачем вы пишете? То есть никогда не пишите того, чего нет на самом деле. Потому что человек, он представит себе, да, какие доброжелательные и улыбчивые. И когда он придет получать услугу, он подумает, что это именно с ним так плохо обошлись. Отсюда мы что имеем, да, высокоэмоциональные посты в черном списке. Потому что кто-то, да, сделал имидж несоответствующей действительности. Напишите чуть проще. Напишите, что наши девушки с удовольствием помогут вам, если вам, если вы обратитесь за помощью, да, если вам нужен будет совет. Тем самым вы не будете формировывать нереалистичных ожиданий. Дальше. Хорошо, мы с вами сформировали первый контакт. Дальше наша цель идет опять из маркетинга. Это удержание клиента. Что нам нужно сделать, чтобы наш покупатель пришел к нам снова и снова? Что для этого задействует бизнес? Программы лояльности, да, вот самые простые. Сейчас я вам, если быстро найду у меня под руками. Нет, я, видимо, переложила куда-то. Самые простые вы видите, да, отметьте. Купите у нас кофе сколько-то раз и получите. Ну, вот у меня есть, кстати, с печатью. Вот, кстати, карта лояльного покупателя. Обратите внимание. Есть название, которое мне ничего не говорит. Есть отметка о покупке. Что предлагает этот бизнес? Я не могу понять. Вот это типичная ошибка. Всегда смотрите на себя глазами незнакомца. Тут вот сразу понятно. Детский магазин. Сейчас я вам покажу. Я вот держу для примера свою первую визитку. Она такая была немножко наглая. Ну, посмотрите на нее. Вот, судя по крупным кнопкам социальных сетей, я думаю, что понятно, да, что я предлагаю людям, что я хочу им продать. Помните об этом. Дальше. Формируем программы лояльности, да. Что нужно сделать, что нужно купить, чтобы человек к нам вернулся. Формируем клиентские базы, да. Если у нас высокий чек, да, скажем мы, той Кана, которая предоставляет мероприятия, предоставляет свои площади под крупные мероприятия, свадьбы и так далее. Вы знаете, у меня приятельница добилась очень хороших продаж тем, что они просто, во-первых, стали поздравлять молодоженов с днем свадьбы в СМС-сообщениях, которые заказали у них мероприятия. А потом они каждый год стали их поздравлять. Ну, пока те не отказываются, естественно, от рассылки. Причем мужу стали напоминать рано утром, а жене попозже. И мужчины были очень благодарны, потому что они не помнят очень часто дат, а это давало им фору съездить купить цветы и поздравить свою женщину. В каждом бизнесе есть какие-то лазейки. Да, если уже развелись, неловко, но в этом случае им дают обратную связь, что, извините, мы уже развелись. В этом случае из базы удаляется. Кто знает свой бизнес лучше, как не его основатели? Прислушивайтесь к ним. Очень часто ко мне приходят конфликтующие маркетологи или в моем случае больше СММ-специалисты и владельцы. СММ-специалист считает, что нужно делать так, а владелец бизнеса, который знает свой бизнес, считает, что лучше делать так. Да, используйте все возможности социальных сетей, но с учетом мнения того, кто этот бизнес придумал. Дайте следующий слайд, пожалуйста. Итак, на всякий случай у вас здесь будет слайд с повторением, что нам необходимо. Мы всегда с вами заботимся о своем информировании, мы выстраиваем свой имидж для того, чтобы создать лояльную аудиторию, аудитория, которая нас понимает, она дружелюбно к нам настроена, чтобы привести все это к ситуации первого контакта. И вот уже с первого контакта начинает работать внутренний маркетинг и весь основной маркетинг вашей компании. Следующий слайд, пожалуйста. Далее нам нужно понять, для кого мы работаем. Кто читает наши социальные сети? В первую очередь это, конечно, люди, которые о нас не знают и еще не нуждаются в наших услугах. Во вторую очередь это люди, которые уже в поиске услуг или товаров, которые мы предлагаем. Это самые ценные наши клиенты. Вы знаете, мне до сих пор забавно в наших больших торговых центрах заходить в большие пустые отделы, в которых вы заходите. Вы уже потенциально теплый клиент. Вы увидели витрину, вы заинтересованы, у вас в кармане есть кошелечек, в кошелечке есть деньги или карта, а вас никто не встречает. Мало того, вам еще нужно иногда потрудиться заинтересовать человека, который продает. То есть это явно не владелец, потому что владельцы так себя не ведут. Владельцы нацелены на каждого. Это человек, который сидит на зарплате. Ему все равно, пришли теплые клиенты, не пришли, как они и так далее. Поэтому всегда будьте нацелены. Если человек спросил у вас, есть ли у вас зеленые штаны, никогда не отвечайте ему просто нет. Продолжайте контакт. Нет зеленых, но скоро будут. Нет зеленых, но есть оливкового цвета и цвета хаки. А какой размер вам нужен? Скоро у нас будет новый завоз. То есть постарайтесь продлить это общение, постарайтесь включить человека в вашу клиентскую базу. И не забудьте ему потом напомнить, когда придет новый завоз, о том, чтобы он к вам пришел. Помните, что соцсети, они, в общем-то, продолжают нашу азиатскую традицию базарную. То есть уровень общения. Но если, приходя на базар, мы смотрим, улыбается продавец, не улыбается, каков его товар по соотношению цена-качество, то тут у вас меньше возможностей. Все, что у вас есть, это картинка и текст. В лучшем случае сейчас у вас есть видео, если вы не боитесь сниматься. И вот через это вам нужно повзаимодействовать с людьми. Также хорошо оформленный аккаунт привлекает партнеров. Конечно, он привлекает конкурентов, которые начинают копировать ваши фишки. Не забывайте о том, что когда вы проводите конкурсы, вы можете попасть в поле зрения государственных органов. А там у нас тоже есть закон о рекламе и закон о проведении лотерей, за которыми необходимо следить. Ну и когда мы проводим что-то беспрецедентное, или если это акция некоммерческих организаций, мы привлекаем внимание средств массовой информации. Следующий слайд, пожалуйста. Понимание того, для какой аудитории мы работаем, оно, как правило, дает нам понимание того, на каком языке общаться. Если вы находитесь за пределами Бишкека, то я думаю, что большинство предпочитает язык общения кыргызский. И это наше преимущество. Делайте контент на кыргызском языке. Причем, конечно, у вас здесь, у нас, как у специалистов, здесь большая проблема. Общаться на более литературном языке или на более просторечном. Выбирайте тот, на котором общается ваша аудитория. Просто пишите грамотно. Выбирайте те социальные сети и те источники, через которые аудитория может с вами коммуникатировать или где аудитория может вас видеть. Отвечайте на их вопросы, потому что их вопросы – это чаще всего ключ к пониманию того, о чем нам еще нужно рассказать, о чем нам еще раз нужно напомнить. Следующий слайд, пожалуйста. Еще важный момент, говоря о языке общения, это по каким ключевым словам люди будут нас искать. Обратите внимание вот на этот пример. Нет, оставьте, пожалуйста. Мне очень важно. Обратите внимание вот на этот пример. Прекрасно оформленный, очень красивый аккаунт, видимо, сделанный маркетологом или творческим человеком, который не разбирается в том, как работают социальные сети. Почему? Потому что слово «мебель» здесь встречается только один раз. А это ключевое слово, по которому вас будут искать. И вместо того, чтобы написать для тех, кто дорожит временем, надежностью, качеством и эксклюзивностью, следовало бы написать то, как будут искать люди. Спальни, детские, кухонные гарнитуры и так далее. Да, к сожалению, это идет иногда в ущерб творческому полету. Но нужно понимать, как работает система поиска. Система поиска работает по ключевым словам. Вспомните, как мы ищем сами в Google или в том же Инстаграме. Как мы набираем. Как бы мы хотели, чтобы нашли нас. Будьте добры, следующий слайд. Сравните, пожалуйста. Вот мой личный аккаунт и вот мой профессиональный аккаунт, аккаунт нашей студии. Посмотрите, сколько раз написано слово «СММ». В первом случае это три раза. Во втором случае написано два раза. И там вариации, которые используют люди при поиске. «Создание контента», «Ведение страниц в соцсетях», «Запуск рекламы». Почему мы выбрали такие формулировки? Потому что так ищут люди. Понимаете? То есть очень важно. Ну, а там в личном, да, я могу себе позволить немножечко выпендриться. Да, я пишу, что я спикер ТЭД, что я люблю котиков. Но это всего лишь для того, чтобы дать немного понимания моей личности и понимания того, подхожу я вам как личность или нет, для того, чтобы вступать со мной в консультации, беседы или учиться у меня. Обратите на это внимание. Не обязательно повторять ключевое слово часто, но в рамках этого запроса важно использовать ключевые слова, по которым вас будут искать. Дайте, пожалуйста, следующий слайд. Вот попробуйте сесть и написать ключевые слова и выражения, по которым вас будут искать. Причем я вам скажу, что кыргызский язык в этом случае будет иметь преимущество. С русским языком будет чуть-чуть сложнее. Почему? Потому что мне нужно будет написать, как минимум, SMM, Бишкек. То есть мне всегда нужно будет добавлять еще географическую составляющую, если я пишу на русском языке. Потому что просто слово SMM, оно будет слишком объемным. Или там хочу купить машину. Мерседес, Бишкек. Спасибо большое. Да, оставьте этот слайд, раз уж мы на него перешли. Вот группа таких ключевых слов и группа хэштегов, составленная по этим ключевым словам, должна у вас использоваться всегда в любой публикации, просто для того, чтобы помочь вас найти при поиске. Потому что социальные сети пока еще не понимают намеков. Они понимают прямые указания. Поэтому обратите внимание на то, как ваш SMM-специалист использует ключевые слова и использует или нет он хэштеги. Это будет говорить о грамотном SMM-специалисте, который понимает, как работают механизмы поиска в интернете. То есть важно работать не только с социальными сетями, но и понимать, как в целом работает система для того, чтобы эффективно ею управлять. Подружиться с поисковиками – это один из ключевых моментов. Поехали дальше. Следующее – это нам же нужно показать и рассказать о том, чем мы занимаемся. Мы переходим к соушал-медиамаркетинг, мы переходим к разделу «Медиа». И от того, как мы хотим, чтобы люди нас увидели, современными, молодежными, профессиональными, серьезными, доступными, недоступными, в случае с официальными органами, это формирует и язык наш, и то, что мы хотим показать, и то, как мы будем разговаривать. Какой эмоциональный градус мы можем себе позволить. Мы можем с вами. Когда мы вели ночной клуб один, у него был логотип в форме маски Гая Фокса, в форме мужской маски. И он так и разговаривал у нас в соцсети. «Эй, Чика, ты мне нравишься, я хочу увидеть тебя сегодня вечером». Понимаете? Конечно, официальный офис или официальная организация, государственная организация не может себе такого позволить. Будьте добры, следующий слайд. У кого-то ребенок веселится. Далее дизайн, то есть узнаваемость. Мы формируем своеобразный визуальный язык, к которому пользователи наши привыкают постепенно. Ну, посмотрите, мы с вами разработали классный логотип. Он большой, красивый, серьезный. Но вот в этом маленьком кружочке на телефоне он практически не виден. Поэтому хорошо бы его цветовую гамму, какую-то эстетику передать в вашу ленту, чтобы вы становились узнаваемыми с первого поста. Вот там справа у нас Babynova аккаунт. Но у нас был интересный момент с аккаунтом Кря-Кря. Мы представляли Кря-Кря в Кыргызстане. И была такая очень интересная коллаборация с доктором Комаровским, который запретил использование логотипа на своих материалах. Но коллаборацию сделал. И вот мы выкрутились только за счет того, что у нас везде использовался одинаковый шрифт. Я уже не помню, сейчас там в желто-оранжевой, по-моему, цветовой гамме. То есть у нас это легло прямо в наше оформление и выглядело так же стильно, хотя специально мы не брендировали, поскольку таково было требование. Поэтому задумайтесь о том, как вы выглядите, какой узнаваемый элемент у вас будет присутствовать. Если это видео, может быть, да, какой-то цвет. Я вот всегда стараюсь зелененький использовать и мое любимое украшение. Да, это моя фишка. Будьте добры, следующий слайд. В написании текста в первую очередь, конечно, мы должны подойти смыслово-маркетингово. Какова цель нашего текста? То есть что этим текстом мы хотим добиться? Чтобы человек на нас подписался, чтобы человек купил, чтобы он оставил комментарий. Или мы создаем эмоциональную связь с нашим брендом. Мы говорим, что несмотря на снег, вам всегда будет весело в наших шапках. Или несмотря на снег, в наших кофейнях всегда тепло и пахнет корицей. Для кого мы пишем текст? В чем наша цель? И что мы хотим донести до этого человека? Может быть, у нас пост, посвященный какой-то пользе. Мы хотим поделиться какой-то информацией. Чем мы хотим поделиться? Как это связано с нами? То есть очень важно не просто брать какие-то, тоже была такая мода у SMM специалистов. Мы возьмем какой-то необычный праздник, День черного кота, и напишем об этом. Да, это классно. Это прекрасно зайдет в соцсетях. Но как это связано с вашим брендом? То есть важно помнить еще маркетингово бизнес-составляющую. Как это связано с вашим брендом? Приведет ли это людей в конечном итоге к вам? Еще один техническо-текстовый момент – это мы всегда указываем контактный блок, как нас найти, как с нами связаться. Активная ссылка наверху в описании. Наши телефоны такие-то, адрес, работа. И обязательно используем группу хэштегов. Хэштегов контактный блок у нас всегда для того, чтобы, если человеку нужно, он моментально мог связаться с нами. Хэштеги у нас для понимания того, как нас найти, чтобы всегда в поиске мы облегчали эту работу. Ой, извините, я по привычке кликнула следующий слайд. Я думала, я буду сама управлять презентацией. О чем писать? Это, конечно, то, о чем спрашивают люди. Посмотрите, о чем пишут ваши конкуренты. Причем в случае поиска идей заходите на аккаунты в других странах. Смело используйте любой аккаунт, который вам нравится. У меня была очень милая девушка. Она помогала мужу продавать автомобильные аккумуляторы. И вот она у меня отучилась, потом у нее еще был консультационный месяц. А потом она сказала, знаете, Светлана, я нашла свое вдохновение. Я говорю, где, на каком же аккаунте? Я сама так просчитываю. Думаю, ну какой-нибудь там BMW, какой-нибудь там Mercedes. Она говорит, доктор Комаровский. Он использует очень классные фишки. Я каждый раз смотрю и думаю, как я могу использовать что-то подобное у себя. Поэтому вам не обязательно искать прямых конкурентов. Возьмите любой аккаунт, который вам нравится. Попробуйте разобрать его на составные части. Чем он привлекает, чем он нравится вам. Подумайте, можете ли вы что-то подобное использовать у себя. Следующий слайд. Показывайте людей, с которыми вы работаете. Показывайте себя. Не обязательно заказывать огромную фотосессию и дорогую. Хотя некоторые идут и таким путем. То есть раз в три месяца заказывают фотосессию, эти фотографии потом используют в социальных сетях. Только не каждый раз. Снимайте видео. Вы можете не присутствовать в видео. Вы, например, можете показывать содержимое вашего магазина, ваших полок, но при этом присутствовать только голосом. Согласитесь, да, это для нас, для женщин, хорошая новость, что не всегда нужно 100% подготовиться. Рассказывайте о том, чего вам удалось достичь. То есть маленькие какие-то элементы гордости. Вы заработали денег, вы купили новые вишала. Вы переехали в более удобный офис. Расскажите об этом. Когда мы выходим в соцсети и продвигаем только бизнес, у нас появляется такой, знаете, такой, как ледяная стена, как витринное стекло, такое очень толстое. Вот тут наш бизнес, а тут обычные люди. А когда вы показываете таких же людей, которые работают с вами, показываете партнеров, показываете бабушку, которая моет у вас пол и поздравляете ее с днем рождения, вы вот это витринное стекло уменьшаете. Вы становитесь ближе и понятнее своей аудитории. Соответственно, вы вызываете у них более дружелюбные отношения, более лояльные. Не бойтесь делиться юмором, если это позволительно, показывать какую-то шутку. Но тоже сейчас это уже избито. Вот тиктоки показывают все. А постарайтесь что-то найти именно у себя. Какую-то интересную цифру, какую-то присказку, какую-то цитату. Я вот раньше очень любила цитировать свою маму, когда выступала. Это делало меня сразу ближе к моим людям, с которыми я работаю, к которым я читаю лекцию. Потому что мама с мудрыми выражениями есть у всех. Жизнь вокруг вас. Реагируйте на нее тоже. Например, у нас в Бишкеке в связи с приездом каких-то высокопоставленных гостей очень часто перекрывают улицы. Это хороший способ еще раз напомнить о том, что мы заботимся о своих клиентах. Друзья, если вы собираетесь сегодня приехать в наш офис, пожалуйста, добирайтесь так-то или так-то, или позвоните нам, потому что центральные улицы будут перекрыты в связи с приездом такого-то гостя. То есть это повод позаботиться о своей аудитории. Друзья, извините, у нас внезапно отключили свет. Пожалуйста, оставляйте все ваши вопросы в WhatsApp, который указан в нашем био. Постараемся ответить всем. Календарный план. Мусульманские праздники, просто праздники в стране. Ваши собственные юбилеи, юбилеи вашей компании. Попробуйте поговорить с SMM-специалистом или сами, как SMM-специалист, распределить их по годовому плану и готовить к ним контент немножечко заранее. Согласитесь, например, поздравления от ваших партнеров, вашему шефу лучше готовить в течение месяца, а не в последние два дня перед этим бегать. То есть это помогает вам подходить более системно. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, давайте еще раз проговорим. У нас такое прям экспресс-занятие, но я надеюсь, что вы успеваете улавливать мои мысли. О чем мы можем говорить? Мы можем рассказывать о нашей компании, даже если она молодая. Расскажите о том, почему вы решили ее создать. Потому что на рынке много предложений, но ни одно вас не устраивало, и вы решили более качественный контент дать. Расскажите о сотрудниках, которые у вас работают. Если у вас большая компания, то идите сразу в отдел кадров, потому что именно они могут дать вам классную информацию о том, кто у вас самый пожилой сотрудник, самый молодой, самый образованный, самый многодетный и так далее, и так далее. Встречайтесь с какими-то партнерами, обучайтесь на вебинарах ПИК, расскажите об этом. Ведь это показывает ваш бизнес как более человечный и более профессиональный. Обязательно используйте шанс рассказать об этом. Вы хотите, чтобы люди приходили к вам подготовленными, ну хотя бы зная свой размер и что они хотят. Дайте им такие рекомендации. Или люди хотят поучаствовать в какой-то программе у ПИК. ПИК может дать чек-лист. Если вы хотите принять участие в нашей программе, пожалуйста, отправьте нам письмо, в котором будет указано. Ваше имя и фамилия, ваш бизнес, сколько вы занимаетесь там и так далее. Будьте полезными, но в разных формах. Вы можете спрашивать у людей, и мы сейчас будем говорить об этом, это очень важно, их мнение о чем-то. Мы собрали вот такой комплект одежды, и вот такой. Какой вам нравится больше, пишите в комментариях. Вы можете использовать графические какие-то элементы. Цифра дня сегодня 75%. Именно такой уровень загрузки за прошедший месяц был у нашего оборудования. Ура! Это наше новое достижение. Помните, как в крупных компаниях, в open space, где нет отдельных кабинетов, у них висит такой колокольчик, и когда кто-то считает, что он чего-то добился, он звенит в этот колокольчик и объявляет, и вся компания должна его поддержать. Вы получили 100 лайков за эту публикацию. Ура! Все вас поддерживают. Так вы можете это и с аудиторией разделить. Понимаете? Не забывайте об этом. Следующий слайд. На всякий случай, да, еще вот у вас. Что можно использовать? Обзоры ваших услуг или ваших товаров. Кейсы. Пришел человек с такой проблемой, стало ему лучше. Или антикейсы. Пришел такой человек, ушел, разочарованный нами, мы не смогли ему помочь, потому что. Мастер-классы. То есть есть какие-то вещи, которые вы делаете легко. Я, например, раньше в качестве мастер-класса на семинарах показывала, как запустить рекламу через рекламный кабинет Facebook. Потому что для меня это рутина. Я это делаю каждый день. А люди, которые приходят учиться, для них это что-то новое. Может быть и наоборот. Я приду к вам, чтобы посмотреть, как вы сворачиваете салфетку лебедем, делаете из подушки пирожок, или идеально лепите манты. Почему нет? Покажите, расскажите об этом. Про чек-листы уже сказала. Сам мы посетили семинар по упаковке, и теперь мы поняли, что наша упаковка должна быть проще, экологичней. Может быть, если это большой какой-то заказ, более личный. Например, я заказывала... Что же я заказывала? Я заказывала из Соединенных Штатов какую-то форму для своей сестры силиконовую, для выпечки там чего-то. И мне в обычной коробке, мне просто, когда я ее открыла, мне просто сверху лежала обычная бумага, но правда с фирменным логотипом, на которой от руки было написано «Спасибо». Как вы думаете, у меня лояльность повысилась к этой компании? Конечно. Давайте следующий слайд. Видео сейчас рулит всем, поэтому не пугайтесь, привыкайте показывать себя, привыкайте снимать так, как вы это можете. Потому что весь ваш контент вы можете перевести в видеоформат, вы можете использовать какой-то графический элемент, как слово дня или цифру дня, и это все будет содействовать повышению охвата. Дайте нам следующий слайд, пожалуйста. Вы вольны использовать любой ресурс, который вам удобен. Ну вот стандартно мы используем сотрудниками Canva, который легко позволяет загрузить туда шаблон и по этому шаблону делать оформление в соцсетях. Если нам нужны бесплатные картинки, мы используем FreePick. Если нам нужно оживить вот просто картинку, на которой есть товар и какой-то текст, то Супа Видеоконструктор отлично для этого подходит. Там тоже есть готовые шаблоны, в которые вам просто нужно будет подставить. К сожалению, Супа существует только на компьютере, не существует в виде приложения. Но используйте любое приложение, в котором вам удобно работать. Не нужно, вот Марголис сказала, нужно использовать только Canva и Супа. Нет. Перепроверяйте, в чем вам удобнее и комфортнее. Просите помочь тех, кто помоложе, тех, кто рядом, дети, внуки. Они очень хорошо в этом разбираются. Еще, может быть, внимательные обратят внимание на то, что у меня есть четвертая картинка, и там такое малоизвестное слово – дискорд. Итак, что же такое дискорд? Это сайт искусственного интеллекта, который по вашему запросу делает картинки. Вообще говорят, что будущее рекламное именно за такими сайтами. То есть теперь даже из плохой фотографии они могут сделать рекламную. Дайте нам следующий слайд, пожалуйста. Ну, для таких зануд, как я, очень комфортно делать план на неделю и понимать, в какой день недели, о чем я рассказываю. Ну, сейчас хорошая новость для вас. В том же, например, Инстаграм вы можете делать 2-3 публикации в неделю. Это допустимо. Плохая новость для вас, что сторис должны выходить каждый день. То есть уровень просмотров сторис, он выше, чем просмотров основной ленты. Теперь 75-80% внимания пользователей приходится именно на сторис. Именно поэтому туда разместили рилс, наш ответ ТикТоку. Опять, плохая новость, что мы должны присутствовать там каждый день. Хорошая новость, что мы можем повторяться. Например, анонс вебинара на пик я рекламировала в течение недели каждый день в обоих аккаунтах, в своем личном и на аккаунте студии. Дальше. Если мы хотим от аудитории что-то получить, чтобы они на нас подписались, чтобы поделились этой информацией, сохранили ее, посоветовали вам что-то, прямо так и пишите. То есть не пишите больших завуалированных текстов. Напишите прямо. Друзья, мы потратили много времени на сбор этой полезной информации, поэтому внесите себе закладки, поделитесь. Это может быть полезно для других. Однажды ко мне обратились и попросили меня опубликовать пост о центре дневного пребывания для малышей-инвалидов. Это очень важный момент, потому что мамы деток-инвалидов, они очень часто привязаны к ним, и они не могут устроиться на полноценную работу. Такой дневной центр развязывает им руки и позволяет куда-то сходить, где-то поработать. Но это была совершенно не моя аудитория. Не было моей аудитории. Поэтому я просто начала свою публикацию со слов. Пожалуйста, поделитесь этой информацией, ведь очень многим вокруг она может пригодиться. И на ровном месте, без всякой рекламы, я получила 125 репостов публикаций. Меньше, чем количество лайков. Поэтому если ваша цель распространить информацию, так и пишите о ней. То есть избегайте сложных завуалированных текстов. Помните, что у нас время контакта с нашей публикацией – секунды. Поэтому всегда решает картинка, на ней цена, например, или указание того, что нужно сделать, и первые 50 символов, которые видно. То есть уже исходя из них, должно быть понятно, что там будет дальше. Будьте добры, следующий слайд. Это варианты активации, которые вы можете использовать. Вы можете спросить, что вы пьете по утрам, чай или кофе. И в конце показать, через неделю. По результатам нашего прошлого опроса, 75% наших читателей пьют кофе. Давайте узнаем, какой кофе они пьют. Запустили следующий опрос и так далее. Но всегда интересно, пусть у вас даже 10 человек поучаствовало, что вы перевели это в проценты и показали результат. То есть люди увидели ответ, увидели действие от своей работы. Очень хороший элемент, когда вы представляетесь. У меня, по-моему, там 2 публикации таких есть. Пост знакомства. Из поста знакомства, какую активацию аудитории можно сделать? Написать, а чем занимаетесь вы? Или как вы обо мне узнали? Напишите в комментариях. И чем больше люди пишут, тем интереснее. Почему для нас так важны активации аудитории? Потому что социальные сети 2 года назад изменили свои алгоритмы. И так, да, от числа подписчиков нас обычно видит 10% наших подписчиков. Но их будет еще меньше, если ваши подписчики не лайкают, не комментируют ваши посты. То есть чем больше взаимодействий с вашей публикацией, тем большему количеству человек Инстаграм или Фейсбук показывает ее. Поэтому это очень важный момент. Мы используем с вами ключевые слова. Мы используем с вами разнообразный контент, основанный на нашей базе, уникальный. И мы взаимодействуем с аудиторией. Будьте добры, следующий слайд, пожалуйста. Ага, и следующий слайд. Это у вас будет в презентации. Это у вас просто подсказки. Что еще вам может помочь? Работа с лидерами мнений. Посмотрите, кто из аудитории подходит вам по тематике и может рассказать о вас. С кем из ваших друзей, знакомых, родственников вы можете скооперироваться и сделать такую коллаборацию. Здесь у вас подсказки. Следующий слайд. Вы можете сами проводить прямые эфиры, если вы готовы на какую-то тему рассуждать экспертно или показывать что-то. Вы можете такой онлайн-клуб устроить для своих подписчиков и первыми показать им, например, продукцию, которая пришла. Следующий слайд, пожалуйста. Обязательно работаем с комментариями. Ведь когда мы уже представляем бизнес, мы не можем их игнорировать, даже если они негативные. Но в первую очередь я хочу вам сказать, что всегда поощряйте положительные комментарии. Не относитесь к этому как к должному. Человек написал хороший отзыв о вас, напишите ему спасибо. От вас не убудет, а ему будет очень приятно. Уровень лояльности повысится. Вы используете фотографии, которые сделаны, например, у вас. Кстати, обращайте внимание на геотеги в том же Инстаграме. По ним вы можете находить отзывы о вас и фотографии, связанные с вами. Понятно, что то, что опубликовано в соцсети в открытую всегда практически можно использовать. Но если вы напишите этому человеку, нам очень понравилось ваше фото, можно мы его используем, вы получите повышение уровня лояльности. Итак, я думаю, что большинству из вас интересно, что же делать с негативом. Делаем вдох-выдох и пишем примерно такое сообщение. Здравствуйте, пожалуйста, напишите нам в личные сообщения. Здравствуйте, извините за сложившуюся ситуацию. То есть извиняемся один раз, если это у человека вызвало негатив. Пожалуйста, напишите нам в личные сообщения, где и когда это произошло. Может быть, вы помните, кто вас обслуживает. Мы разберемся в ситуации. То есть для нас важно, если нас не оскорбляют. То есть если что-то вызвало негатив, вытащить фактологическую составляющую, что произошло, и действительно разобраться с этим, вывести уже это либо в личную переписку, либо в оффлайн, либо во встречу и спокойно с этим разбираться. Но быстрое, вежливое сообщение с одним кратким извинением всегда сыграет вам на пользу. То есть это выручало меня большое количество раз. С этим можно было работать. Наоборот, люди даже как-то, если какое-то замечание мелкое, но оно сначала было эмоционально, а вы с ним, а вы тут же мягко и вежливо отреагировали, люди даже говорят, нет, нет, я просто хотел сказать, что у вас там проблема вот с этим. Я не хочу, чтобы никого наказывали. Мы очень много работали с общепитом. Как вы понимаете, это всегда проблемная тема. То есть чем больше людей, каких-то сложных компонентов, тем всегда выше вероятность ошибки. Будьте добры, следующий слайд, пожалуйста. Через некоторое время вы поймете, что у людей одни и те же вопросы и одни и те же претензии. Вот это очень хороший момент, чтобы разработать такие типичные ответы. Вы можете их копировать, вы можете их слегка видоизменять, но примерно одни и те же ответы у вас должны быть и на телефонные звонки, и в переписке в WhatsApp, и в переписке в Instagram. Если вас где-то кто-то отметил, вы получили какие-то награды, обязательно сохраняйте это, обязательно тоже показывайте это, сделайте в актуальных, в вечных сториз, в Instagram это. Если хорошие отзывы, ну хорошие отзывы уже являются, в общем-то, нормой, люди стараются их часто размещать. Почему это важно? Потому что вы хвалите себя чужими голосами, вы рекламируете себя через других. И желательно, чтобы это были действительно честные отзывы, и это опять повышает вашу прозрачность, повышает уровень доверия к вам. Будьте добры, следующий слайд, пожалуйста. И так для того, чтобы продвигать себя. Просите сотрудников лайкнуть ваши публикации. В Instagram, если в момент выхода публикации на нее приходится 5, 7, 10 лайков, система считает, что у публикации хороший потенциал, и она начинает показывать ее большему количеству людей. Именно поэтому при работе с SMM-специалистом создайте чат, куда он тут же сбрасывает ссылку на публикацию, которую он сделал. Во-первых, вы ее лишний раз перепроверите, посмотрите на нее. Во-вторых, вы можете поручить сотрудникам, чтобы все пролайкали. Не бойтесь выступать как автор, потому что вы человек, который создал компанию, решил продавать или оказывать эти услуги, или продавать эти товары, или заниматься этим делом по какой-то причине. И не поверьте, никто, кроме вас, лучше этого не сделает. Еще одна очень важная фишка, когда действительно у вас что-то происходит интересное. Вы сделали, например, какие-то скидки в честь мусульманского праздника какого-то. Оформите это картинкой для мессенджеров, потому что вот эти вот рассылки в мессенджерах, они работают волшебно. Единственный момент, если для того, чтобы с вами связаться, нужно позвонить по номеру телефона, вот номер телефона должен быть прописан в тексте, или номер, очень часто мы, скажем, собираем помощь какую-то. Вот этот номер должен быть прописан в тексте, чтобы люди не перенабирали его с картинки, чтобы достаточно было просто ткнуть, чтобы нажать на этот номер в WhatsApp, чтобы совершить телефонный звонок. Будьте добры, следующий слайд. Эффективность нашей работы мы измеряем, конечно, по показателям, которые и так ясны. Увеличение количества охвата, увеличение количества просмотров, увеличение количества лайков, сколько людей прокомментировали, сколько людей обратились к вам в директе. То есть это те моменты, которые вы должны замерять, скажем, раз в неделю регулярно, чтобы понимать, насколько ваша стратегия в социальных сетях успешна, неуспешна, следует ли еще подождать. Некоторые стратегии реализуются от недели до трех месяцев, или стоит ее уже быстренько свернуть. Будьте добры, следующий слайд дайте нам, пожалуйста. Важно, чтобы СММщик был подконтролен какому-то специалисту, маркетологу ли, руководителю компании. То есть он не должен где-то там писать то, что ему вздумается. Поэтому посмотрите. Вы собираетесь с ним раз в месяц, раз в две недели, планируете темы публикаций, просматриваете, что он написал, какие подготовил картинки, обсуждаете, какую рекламу запустить, обсуждаете, на какой бюджет. Потом обсуждаете эффективность этой рекламы. Сколько человек увидело, сколько лайкнуло, сколько написало. И далее всегда по цепочке. То есть это цикличная работа. Будьте добры, следующий слайд. Важно сохранять конфиденциальность доступа к вашим соцсетям, если это уже как бизнес идет. То есть вы должны четко понимать, на какой номер телефона зарегистрирован ваш Инстаграм, на какой имейл зарегистрирован ваш Инстаграм, подключено ли двухфакторное подтверждение. Это бизнес, это серьезно. В случае взлома, это уже, во-первых, уменьшает процент взлома, а во-вторых, это помогает вам побыстрее найти возможность вернуть ваш аккаунт, если у вас и номер телефона действующий, и электронная почта, и двухфакторное подключение. Дальше. Если вы работаете с СММ-специалистом и даете ему доступ к своей карте для проведения рекламы, пожалуйста, контролируйте, что деньги на рекламу поступили, что деньги на рекламу списались и просите отчеты по затраченной сумме, что вы получили. Будьте добры, следующий слайд, пожалуйста. Ага. Вот я очень быстро, кругом бегом, дала вам основные ключевые моменты. Давайте проговорим еще раз. Подытожим, так сказать. Итак, для эффективного продвижения очень важно понимать, как люди могут найти вас. Поэтому использование ключевых слов. Использование контента по максимуму своего. То есть постарайтесь как можно меньше использовать чьи-то заготовки. Фотографируйте сами, пишите сами, делайте сами. Особенно тексты и фотографии. Ну, видео сейчас, конечно, если вам удобно. Обязательно активизируйте вашу аудиторию. То есть активная аудитория – это ключ к тому, что вас увидит большее количество людей. И это уже совет руководителям. Контролируйте работу своего СММщика. Что он собирается писать, что он делает и так далее. Потому что вот буквально у нас тут на прошлой неделе, да, у нас был крупный скандал в одном баре, который решил, что теперь в баре вечеринка будет только для тех, кто с русскими паспортами. То есть разразился грандиозный скандал, пост удалили. Сколько хэштегов ставить оптимально? Считается, что от 7 до 11 хэштегов. Как оценить эффективность? Ну, смотрите, у хэштегов, ну, на мой взгляд, в группе хэштегов должно присутствовать три элемента. Ваш фирменный хэштег для продвижения вашей кампании. Хэштеги, имеющие отношение к вашему бизнесу и к публикации. И хэштеги географические. То есть если вы пишете на каргызском языке, географические хэштеги вам не нужны, потому что тут сам язык отсекает уже других людей. А вот если на русском языке, то да. Ага. Спасибо большое, да. У меня будет для вас задание на дом. Я хочу, чтобы вы научились смотреть на другие успешные аккаунты как профессионалы. Поэтому обязательно смотрите на аккаунты и анализируйте, что вам нравится. Оформление, фотографии, подача текста, то, как они общаются в комментариях, что вам подходит, что вы можете использовать у себя. Анализируйте помимо того, что вам нравится. Обязательно анализируйте, что вам не нравится. Это тоже очень хороший такой инструмент, который помогает вам. От не нравится перейти к тому, что было бы интересно. Спасибо вам огромное за внимание. Я могу говорить еще, 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 еще. Меня важно, вот я всегда говорю, меня важно включить, а потом выключить. Была очень рада с вами повидаться. Если мы, нам, скажите, Анарочка, нам еще время позволяет отвечать на вопросы? Да, давайте. В принципе, у нас уже время, ну, мы должны были закончить 8 минут тому назад, но ничего страшного, я думаю, что нам очень интересно. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, в чат, используйте чат, либо же поднимайте руку, есть внизу функции поднятия руки, включаем микрофон и спрашиваем. Это, видимо, случайно, да, или нет? Скорее всего, случайно, да. Будьте добры, поставьте, пожалуйста, в комментариях от 1 до 10, насколько был полезен сегодняшний вебинар. Спасибо большое. Десятки, восьмерки, спасибо большое. Давайте поступим следующим образом. Вы можете передать... Спасибо огромное, Жбара. Вы можете передать вопросы организаторам, я постараюсь на них ответить. А здесь есть руки уже поднятые. А, давайте. Вот я вижу Венеру, вижу. Пожалуйста, Венера, включите микрофон и задавайте свой вопрос. Ой, да, вон три руки, я вижу. Да, Венера, пожалуйста. Так, Венера, есть ли у вас затруднения с включением микрофонов? Сидим, пожалуйста. Здравствуйте, меня слышно? Да, отлично слышно. Спасибо большое за вебинар, было очень интересно, столько всего информации нового для себя получила. У меня такой вопрос. Я в данное время веду социальный проект, где большинство фотографий, контента, это из архива. Получается, архивные документы, фотографии и вот, ну, широкая, дополнительная история, текст к ним, да? Вот как можно их еще более качественно преподнести, чтобы больше охватить аудиторию? Слушайте, у нас сейчас прямо очень качает аккаунт старый Бишкек. Он, по-моему, называется Бишкек чего-то там в Инстаграме. Они просто выкладывают старые архивные фото и спрашивают, узнали мы или нет. Это очень классно. Вы можете тоже задавать вопросы, вы можете рассказывать мини-истории, да, чем это место известно, чем это место популярно. Вы прямо, не стесняясь, впрямую вы можете писать, что это архив, да, столько-то лет назад сделано фото, да, это фото сделано в таком-то году. То есть ваша задача сейчас наладить коммуникации с пользователями, то есть втянуть их в диалог, и тогда у вас будет повышаться охват. Спасибо большое. Спасибо, Джилбис, пожалуйста. Джилбис, да. Здравствуйте. Добрый день. Очень приятно познакомиться. Ваше имя было на слуху, но, честно говоря, впервые вижу вас на вебинаре. Да уже молодежи много после меня. Да, да. Вот обратила внимание на лого, вот, и не совсем поняла, ну, есть сейчас предположения при увеличении картинки, но когда она маленькая, было непонятно. Хотела послушать историю лого. Почему? Потому что сейчас как раз разрабатываю лого для, ну, собственного, да, проекта, потому что мне сказали, что мое, где была просто надпись, да, там, академия, не актуально, и нужно, чтобы была запоминающаяся, понятная картинка. И хотела узнать ваше мнение и заодно послушать историю вашего лого. Совершенно согласна с вами, да. Нужен запоминающийся элемент, потому что, вот видите, то, что там мелко написано «Студия Светланы Марголеса», оно не будет читаться совершенно. В нашем случае это солнце, солнце, которое восходит. Солнце взойдет, ночь пройдет, наступит утро ясное. Вот у нас вот такой был посыл. Я, кстати, все время по поводу логотипа со своим другом Алексеем Лысогоровым, с графическим дизайнером, все время говорю, что Леша, нужны визуальные решения, не надо текста. Спасибо вам большое. Я ответила на ваш вопрос? Да, да, но при увеличении почему-то мне показалось, что есть некая, как бы, отсылка на бузуй. Ну, отталкивались... Которые отражаются еще как-то. Интересно, да, надо подумать. Еще похоже на медиатор для музыкального инструмента. Еще похоже на вот какой-то раскрывающийся вот как бы жемчужину, да? Вот внутри жемчужина и вот как бы раковина. Слушайте, фамилия Марголис, она переводится как жемчужина. Так что вы сейчас прямо в сердце попали. У меня поэтому в Твиттере написано Светлана Бермет. У нас Диана ждет возможности задать вопрос. Да, пожалуйста, Диана. Здравствуйте. Вот вы в основном про Инстаграм, да, рассказываете. А насчет Ютуба, как там продвигать лучше? Ага, смотрите, Дианочка. Дело в том, что Ютуб не является, строго говоря, социальной сетью. Ютуб является видеохостингом. И поэтому продвижение Ютуб-каналов, продвижение Телеграм-каналов, они требуют усилий таких же, как продвижение сайта. То есть это в первую очередь, это, конечно, использование ключевых слов в названии, в описании канала, в описании каждому ролику. Далее, если вы хотите, чтобы ваши ролики вот так вот, как рекомендованные, да, выстраивались паровозиком, значит, группа ключевых слов какая-то у вас должна повторяться одна и та же, чтобы он подтягивал. Ролики должны быть очень качественные визуально и аудио, потому что сейчас большой уровень требований. Попробуйте себя, может быть, в использовании YouTube Shorts, их создавать немножечко легче, и я смотрю, что сейчас хорошая идет на них мода, и даже некоторые каналы отдельно создают YouTube-каналы именно для Shorts. Да, я в Shorts тоже снимаю. Да, 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 ну и интенсивность, то есть в YouTube важна регулярность. Здорово. Спасибо большое. Диана за вопрос. Спасибо большое вам. И Бактыбек. Бактыбек. сотрудничать, работать, это возможно? Какие условия? К сожалению, именно SMM-продвижением мы сейчас не занимаемся, только консультации и обучение корпоративное. Только обучение, да? В любом случае, Светлана, мы можем, да, здесь вот ваши контакты, конечно, без проблем. Ну и Светлана Марголис, наберите в Google. Да, точно. Легко меня найдете, я хорошо гуглюсь. Все, спасибо, удачи. Всего доброго. звания. Спасибо. Конечно. Да, Бактыбек, это наш выпускник, Пик Каракол. Рады вас видеть. Да. Тоже очень рады. Вроде бы, вроде бы все, да, с вопросами все, но я думаю, что, Светлана, у меня такой вопрос, вот сейчас же все так бурно развивается, и после ковида прям, я не знаю, все, все, цифровизация, везде вот, я не знаю, социальными, вот подскажите, что сейчас, ну, может быть, некоторые к ТикТоку как-то вот будут относиться как-то вот, ну, я имею в виду взрослая это, да, население. Слушайте, ТикТок удивительный инструмент для продвижения экспертного контента, в том числе, обратите внимание, Игорь Мандо, Мирхалилов, Николай Дроздов, обратите внимание, что туда выходят серьезные люди с интересными какими-то вещами, ТикТок это не только танцы и приколы, и это удивительный инструмент в плане подстраивания, то есть вот если вы в течение двух месяцев просто вот его надрессируете под себя, вы просто получите ленту очень высокого качества, настроенную на ваши интересы, очень хорошо реагирует на ключевые слова, используйте, пожалуйста, его, это классный инструмент, я бы с удовольствием сделала какой-нибудь такой хороший экспертный ТикТок проект. По-моему, ТикТок сейчас лучше всего продвигает видео, и там больше всего, быстрее всего можно набрать свою аудиторию. Да, Дианочка. Как считалось, что действительно там только танцы, всякая ерунда. Дианочка, соглашусь с вашим мнением. У многих реактивное мнение, такое до сих пор осталось, что вот там никакой полезной информации, только вот пляски и кривляния. Хорошо. Он сейчас очень сильно развивается. И что интересно, в ТикТоке есть такая особенность, он любит однообразие. То есть, вот если вы выбрали формат «Говорящая голова», вот так смело и продолжайте. То есть, он поймет, что вы хотите, что вы продвигаете и начнет вас закидывать в реки, да, то есть, в раздел рекомендаций и более, чтобы вы получили больше и больше охвата. в своей теме. Это интересно, действительно. Окей, супер. Здорово. Большое спасибо тогда, Светлана. Я была, прям получила большое удовольствие от вашей презентации. И я надеюсь, что ваше имя также будет на слуху в ближайшие, там, не знаю, сто лет. еще. Да ладно, ладно, я уже 10 лет на слуху, Надо дорогу молодым давать. Это хорошо, это правильно, это нормально. И, конечно, делитесь вашей экспертностью, то, что вот у вас такой багаж знаний, опыта именно, да, в СММ, то, пожалуйста, вот мы будем очень рады дальше также сотрудничать с вами. Тогда, в принципе, мы заканчиваем сегодняшний вебинар, было очень интересно, полезно, большое вам спасибо, желаем вам удачи, здоровья. Вам вопрос, как можно будет получить презентацию? Да, у нас, в принципе, запись идет, как я уже сказала, да, и эта запись через 2-3 дня она будет у нас на YouTube-канале, видео, вот, то есть, запись это будет, вот, следите за нашими соцсетями, заглядывайте в YouTube-канал наш и полностью, начиная от начала до конца, вебинар будет в записи. Спасибо большое, я была очень рада всех увидеть, благодарю вас за внимание. Здорово, большое спасибо, удачи вам всем, хороших дней. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...